Достаточно ли у вас смелости, чтобы проиграть? Интересный вопрос, не так ли? Боитесь ли вы неудачи? Достаточно ли у вас смелости, чтобы потерпеть фиаско? Но я не хочу проигрывать. Шила Прабхапада был достаточно смелым, чтобы принимать неудачи. Он приехал в Америку. Первый Гаудия-Вайшнаф, на самом деле даже первый Вайшнаф, приехавший в Америку, он не боялся провала. Почему? Потому что он был готов сделать все, что нужно, чтобы достичь успеха. И он знал, что сделает все необходимое, чтобы успех пришел. Он знал, что приложит все усилия. И также он знал, что результат зависит от Кришны. Но он был настроен на то, чтобы приехать туда и добиться успеха. Он не знал, ждет ли его положительный результат, но имел твердое намерение преуспеть. И не боялся потерпеть поражение. Потому что знал, что это зависит от Кришны. Однажды Прабхупада сказал преданному, который сдался, «Это неверная позиция. Я приехал в Америку с намерением достичь успеха. По крайней мере, мы не собираемся сдаваться в этой борьбе». Таким должно быть наше умонастроение. Наш подход таков. «Я сделаю все, чтобы у меня получилось». И даже если я потерплю поражение, я сделал все, что мог. Что еще я могу сделать? В конце концов, если Кришна захочет, чтобы пришел успех, то успех будет, даже невзирая на мои бесполезные попытки, если мои попытки бесполезны, или несмотря на мои некомпетентные попытки. А если Кришна не хочет, чтобы я достиг успеха, то несмотря на мои настойчивые попытки, лучшие стратегии, лучшие планы, мастерски выполненные или даже идеально выполненные, я могу не добиться успеха. Таково мышление преданного. Поэтому преданный настолько смел, что даже готов потерпеть поражение, потому что он привязан к приказу, к выполнению приказа. Он не привязан к результату. Вот что самое важное. Если вы получаете приказ и не выполняете его, думая, что потерпите поражение, то так вы потерпите поражение дважды. Вы потерпели фиаско, потому что не сделали этого. А так как вы не сделали, то и не могли достичь успеха. И также вы потерпели фиаско, потому что не выполнили указание. Поэтому, по крайней мере, не упустите возможность выполнить приказ, даже если вы потерпите поражение. Как я часто говорю, если вы стараетесь как можно лучше исполнить приказ и при этом терпите поражение, то это не поражение. На самом деле это успех. Халий Квишни! Субтитры создавал DimaTorzok